Екатерина Сигитова. Как бы тебе объяснить? Находим нужные слова для разговора с детьми. Как блогер я много писала об общении с детьми и часто слышала, а как научиться. Я рада, что вышла книга Екатерины Сигитовой, одного из моих любимых авторов. Практичная, ясная и с прекрасным балансом между простым человеческим языком и сложными темами, в которых родители часто теряются. Ольга Нечаева, блогер, автор проекта «Фимософия». Я горячо приветствую эту книгу. В ней заключен опыт доверительных разговоров с детьми на сложные темы. У многих современных родителей такого опыта нет или он недостаточен, ведь в нашем детстве было не принято говорить с детьми о зависимостях, половой неприкосновенности, о душевных и физических болезнях и психическом здоровье. Прямые запреты были, а глубоких серьезных разговоров не было. Я бы советовала родителям прочесть эту книгу, пока ребенок маленький, чтобы заранее подготовиться к беседам на важные для ребенка и взрослого темы. Маша Рупасова, детский поэт. Введение. Здравствуйте, дорогие родители. Меня зовут Екатерина. Я мама замечательной девочки, а еще психотерапевт и доктор медицинских наук. Я много работаю с родителями самых разных детей и с выросшими детьми. Рада приветствовать вас на прослушивании своей первой аудиокниги о воспитании. Это аудиокнига про то, как разговаривать с детьми и как что-то им объяснять, если тема беседы сложная и ничего интуитивно непонятно. С этой проблемой сейчас сталкиваются многие мамы и папы. А все почему? Потому что мы с вами живем в эпоху нового родительства, очень ответственного, осознанного и контактного. То, как мы растим детей, здорово отличается от нашего собственного детства. Особенно это касается откровенных разговоров. Мы, выросшие в СССР и в 90-х, часто не могли поговорить о чем-то важном и сокровенном с мамой и папой. И не потому, что мама или папа были плохими и отказывались иметь с нами дело, хотя и такие тоже были. А в основном потому, что никто из них толком не знал, как это делать. Да и вообще уделять разговорам много времени было как-то недосуг. Дети сыты, обуты, одеты, учатся в школе, уже хорошо. Остальное как-нибудь сами. К тому времени, как мы сами стали родителями, все как-то очень быстро поменялось. Теперь можно и нужно уделять детям много внимания и искать новые способы воспитания счастливых людей. И мы, конечно же, хотим найти эти способы. Мы хотим, чтобы у наших детей все было иначе и готовы в это вкладываться. В числе прочего, мы хотим разговаривать с ними обо всем-всем-всем, но начать не так-то просто. Если нет собственного детского опыта доверительных разговоров, то с чего же взять пример? Что говорить? Когда? Как начинать? Чего избегать? Зачастую мы даже не можем подобрать первые слова. Нам неловко, страшно, а еще у нас плохо работает внутреннее чутье, помогающее определить правильное и неправильное. Поэтому мы просто теряемся и не говорим ничего. Я столкнулась с этой проблемой лично, когда дочка спросила меня, откуда берутся дети. Пришлось разрабатывать свой способ я об этом рассказать, с опорой на психологию, современную науку и все остальное. Потом я написала об этом статью, как разговаривать с детьми о сексе, мануал. Это калька с английского слова manual, который означает инструкция. И опубликовала ее у себя на сайте, чтобы другие родители могли ею пользоваться. И завертелось. Оказалось, что многим современным родителям нужна была именно такая пошаговая инструкция, и теперь они очень хотят почитать другие мануалы, чтобы научиться разговаривать с детьми и на все остальные темы. О разводе, о смерти, о здоровье, о еде, о наркотиках и вредных привычках. Так постепенно и получилась эта аудиокнига. Это что-то вроде разговорника для родителей. Такие обычно выпускают для желающих учить иностранные языки. Современным родителям тоже в каком-то смысле нужно выучить новый язык, язык фактов, доверия и открытости в любых беседах со своими детьми. Я уверена, вы выучите его очень быстро. И разговоры с детьми больше не будут для вас неизведанной и опасной территорией. Они превратятся во что-то понятное и даже приятное. И все-все получится. В аудиокниге рассмотрены основные сложные темы, на которые родителям желательно хотя бы немного поговорить с детьми. О безопасности, о поведении в интернете, о здоровье и болезнях, о теле, о еде, о наркотиках и зависимостях, о вредных привычках. Есть и темы, которые касаются не всех детей, например, о разводе и об отсутствующем папе, о различиях и неравенстве, о войнах и насилии. Все написано в моем стиле, очень подробно, поддерживающе, с позиции современной науки на конец 2019 года, с уважением к религии и разным семейным ценностям, со списками, с примерами, с разбором самых трудных мест, с адаптацией под разный возраст детей и так далее. Все разделы, в которых требовался эксперт, например, кибербезопасность, кое-какие кусочки про религию и прочее проверены на правильность специалистами в соответствующих областях. Желаю приятного прослушивания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok